Тры месяцы без горячей воды. Менавито в таких умовах живет молодым меньшанин. У Снежния минулого года Юрий Юдакимович заехал во властную квартиру и литерально вечером зауважил, что полностью отсутствует горячая вода. А маль 10 заявок, листы уже с ЖРЭ и районную администрацию не принесли никаких вынеков. Кожный вечер Юрий вымышленный прозвучаеваться до життя без горячего водозабеспечения. Разбирался у темы Наталья Кезик. Температура воды, по моему мнению, не более 15 градусов. И потеплее вода у кране, только когда спускать ее хвилин 20. Такого сюрпризу при купле кватеры у столицы Юрий Юдакимович не шокаутут. С самого заселения нема горячей воды. Горячей воды, как таковой, ее нет. Она бывает только изредка и бывает, по моим мыслям, в двух случаях. Первый случай, там не нужно слить огромное количество горячей воды, соответственно, она идет сразу холодная, потом теплеет, идет. Но это требует большой расход воды, логично. И второй момент, когда она может появляться, это когда соседи сверху по стояку, то есть 3, 4 или выше этажа, они включают все горячую воду, соответственно, она у меня появляется. А последний раз горячая вода у кране заявилась в конце лютого, а ле у сего на два дни. Юрий снова покинул по его подликах со Снежня 10-ю заявку ужеся, а ле без звонюкова. Господар писал офицейные листы не только у ЖЭС, а ле у ЖРЭА и администрацию района, а ле у сего только назбирал 100 с папир. Теплейшей вода у кране не стала. Одна из версий сантехники, которая приходила ко мне, была такая, что ответвление от стояка, у меня стоят там новые пластиковые трубы, которые в свою очередь делал предыдущий владелец этой квартиры, они якобы немного тоньшим сечением, чем идут трубы по ГОСТу. И, соответственно, мне жест сказал менять трубы. Я никоим образом не противился этому. Я сказал, пожалуйста, поменяйте мне трубы. То есть я ни в коем случае сам это делать не могу и не умею. Я готов оплатить, давайте мы заключим договор на платные услуги. Пожалуйста, приходите своим силам, поменяйте мне трубы и сделайте, как надо. А ле заменять трубы никто не взялся. Работники ЖЭСа за три месяца уже семь разов приходили у кватеру. А ле покуль нават не изнаешли причину отсутности воды. За гэты шэс усе инженерное обсталевание у подвале проверили, и оно оказалось исправным. Замерили и температуру воды на девятым поверхсе, плюс пятьдесят. Махчимая причина, жильцы поверхам вышей проклали теплые подлоги. А ле дверы суседзи не открывают. Телефон так само маучить кожный вечер. Скорее всего перепланировки. Кто-то подсадил стояк, сделал подогрев полов. Жильца выудить сложно, сложно обнаружить это сложно. Нужно обследование стояка. Директор ЖЭСа от интервью отмовился и сегодня по телефону отзначил, что не ведая, кали сантехники не тое, что выправить проблему, а просто знову восьмый раз смогут прийти в проблемную кватеру. За три месяца господару этой кватеры пришлось, а на жаль, призвучается до жития без гаража воды. Так, каждый вечер ему приходится нагревать кастрюли с водой, альбо загартоваться. Цекава, что весь этот час Юрий Юдакимович справно оплачивая по квитанции подогрев воды у своей кватеры. Хоть и гарачи душ во уласной ванне мужчины не примау еще ни разу. Когда у него появится такая мощность, не ведая даже директор ЖЭСа. Наталья Кизик и Александр Горбачев, агентство Телли Новин.